Всем привет, дорогие зрители! Вы на территории Перезла. И сейчас я хочу прямо здесь, прямо при всем честном народе, развенчаясь в культичности Краснодарской секты. Вообще, на самом деле, долгое время к этому клубу я относился в известной степени нейтрально. Он мне нравился тем, что он не Москва-бат. И когда они соперничали с ССК, со Спартаком, с Динамо, я в известной степени притапливал Забыков, чтобы Москва-бат опять отсосал. Но сама по себе идея Дрочева-Нагалецкого, на его академию, на его великолепный стадион, который лучше всех во всей Восточной Европе, меня никогда не полечал. Это была чужая для меня идея. Нехорошая, неплохая, но чужая. Не моя. Моя идея это Зенит, моя идея это Крылья Саэтов, моя идея это в какой-то степени Урал-Оренбург. Но Краснодар это не моя идея. А вот после последнего, после истории с Ниной, с Артуром, с Ахметовым, после не совсем понятной трансферной политики Краснодара зимой 23-24, я, в принципе, сделал для себя вывод, что они с семимильными шагами движутся по направлению Краснодара зимой. Во всех смыслах этого слова. В смысле оторванности от реальности раз, в смысле показужности два, в смысле неприемлемости ничего другого мнения, кроме собственного три, да и в других смыслах тоже. Когда начался сезон 23-24, Краснодар с самых первых туров рванулся вперед, лучше всех воспользовался осечками Зенита, больше всех выиграл от того, что от нас ушел маком, и мне этот клуб даже начал в какой-то степени нравиться тем, что он вот так рвется вперед тем, что он почувствовал в себе силы и тем, что он действительно не видит никаких авторитетов и просто ломится на пролом. Чем-то он мне напомнил Спартак Массимо Каррер. Я еще в начале августа сказал, что нам с ним придется очень непросто. Но вот шло время, силы заканчивались, вдохновения заканчивались. Зенит худо-бедно, но навел порядок в результатах и плюс-минус в игре. И как только Зенит навел порядок, у Краснодара сразу пошло все из рук вон. Именно после Октябрьской паузы на сборной. Первые два матча ничья и поражение. И вместо 7 очков стало 2. Затем да, они переиграли Крылья, но Крылья вполне могли сравнять на последних минутах. Крыльям просто не повезло. Да, они сыграли в ничью в Петербурге, но Андрей Масталон в 92-й или 93-й минуте мог вполне забивать второй мяч и вводить Зенит вперед. И вводить Зенит на первое место с Краснодару просто повезло. Потом Краснодару все-таки опустился на второе место, но потом ему очень повезло в матче с Оренбургом, когда Эльзат Ахметов при достаточно тягучей равной игре башку аж санги пропихнул мяч в ворота. Потом Краснодару повезло в игре с ЦСКА, когда Никита Кривцов забил с углового, когда просто подловил на ошибки. Как говорили болельщики ЦСКА, сыграл в крысу. И в здравом медвёрдой памяти при других обстоятельствах такое могло не зайти запросто. Если Бакенфей был чуть более сконцентрирован, например, если бы отбил этот удар вполне мог Краснодар сыграть в ничью и уйти на втором месте на зимнюю паузу. Но Краснодар ушёл на зимнюю паузу первым, и вот мне казалось, что они от самых первых зимних дней в самых первых дней зимней паузы начнут работать над ним, чтобы массово топово закупаться под чемпионство. Мне казалось, что вот сейчас Сергей Николаевич Галецкий расчехлили свои кошельки и вложит в идею первого места для Краснодара всё. Просто пойдёт вабанг и купит реальных топов. Если даже не европейского уровня, как, например, Спартак в 17-м году купил у Садриана, то топов бразильского уровня. Мне казалось, что как минимум Габриэль Пек приедет в Краснодар, а может вообще они перехватят у Зенита Артура или ещё кого-нибудь, который действительно способен решать нападить справа Венгера. Или центрального нападающего купит в парню Жуна Кордоби. Но нет, пока что ничего такого нет. Самое прикольное, что Зенит, я от этого трансферного окна ничего положительного не ожидал. После того, как летом 23-го года команда просто провалила трансферное окно, после того, Медведев показал, что он практически полностью урон от реальности, мне казалось, что наши этой зимой окончательно добьют и похоронят команду. Не закупившись, привезя опять очередной раз всяких Дукейрсов, всяких Изидоров, но нет, вполне нормально закупаются, решают проблемы в обороне, в атаке, усиляют лавку. А Краснодар, он не просто ничем не занимается, он говорит, да эти трансферы не сыграют, вообще, Ахметов не усилий, Зинит, Нина не усилий, Артур не усилий, Педро не усилий, никто не усилий, Зинит, почему, потому что мы так хотим, потому что мы любим стадион Галицкого, потому что наша Академия самая крутая в мире, но это не серьезно, взрослые клубы, если хотят биться за чемпионство, они должны усиляться, хотя бы как-то, да, к вам приехал Кастань, Кастань усилит оборону, хорошо, но Ордоба ненадежна, правого вингера у вас нет, ваша игра смотреться не будет, вы будете мало пропускать, да на здоровье, но при этом и забивать вы будете далеко не всегда, отскоки имеют свойство заканчиваться, просто запомните это, и мой вам совет, будьте взрывомыслящи, можете сколько угодно не любить Зенит, меня, мой канал, но смотрите на вещи без розовых очков, я смотрю на вещи без розовых очков, я могу вполне сказать и про других, если они действительно покупают топов, если они покупают топов, а вы смотритесь на мир просто как сектанты, и вы поздравляю, движетесь красно-белым путем, к показухе, к нимбическим понтам и к разъебанным ожиданиям, как-то так.